Всем большой привет и добро пожаловать в мое новое видео. У нас не так давно открылась Икея, буквально 1 февраля, поэтому хотим поехать посмотреть, что там такого интересного, может быть что-то для дома купим. Сейчас с моим парнем мы ждем машину и будем выдвигаться в Киев. Мы уже в торговом центре, в блокбастере, сразу не получилось попасть в Икею, так как много желающих, там живая очередь, по QR-коду нужно было зарегистрироваться, и вот сейчас через приложение нужно отслеживать свою очередь. Здесь происходит регистрация по QR-коду. Мы сейчас только 59-я в очереди, так что будем ждать и потом уже будем туда идти. Продолжение следует... Мы уже два часа находимся в Икее, выбираем сейчас в кухню стол кухонный. Выбора очень много. В принципе, от того, что в Варшаве, когда я была в Икее, в принципе, ничего не отличается. Все то же самое, есть много чего интересного. Вот уже корзиню всякого разного набрала, конечно, уже сильно устала, поэтому сидим сейчас на столчике, отдыхаем и будем дальше ходить выбирать. Мы уже и ушли из Икея. Там очень много было людей, очень шумно. Так сильно устали, проголодались, оказали суши. Что будем кушать? Такая вот огромная торба с покупками. И еще вторая сумка в камере хранения лежит. Уже домой приеду, покажу более подробнее, что я хотела. Такая мощная васяка. Мощная васяка. Я уже приехала домой и сейчас более детально расскажу и покажу, что я купила. Два вида тарелок. Первые тарелки более широкие, такого большого размера. У меня как раз дома не хватало таких, поэтому решила взять. По внешнему виду очень круто выглядят. Такие минималистичные. По качеству тоже удалось проверить. Когда оплачивала, случайно коробку с этими тарелками уронила. Но, как видите, в целости и сохранности не разбились. Так что на прочность тоже удалось проверить. Тарелка стоила около 17 гривен. Две тарелки более глубокие. Для супа подойдет тоже из той же серии. Следующее, что я взяла, это тоже для кухни. В принципе, тут нечего рассказывать. Для соли и для перца. Такие баночки просто прикольно выглядели. Удобно. Так что решила взять. Дальше, что я взяла. Две таких подставки. Одну для моего парня, вторая для меня. Это подставки для ноутбука или же для планшета. Очень удобно на стол поставить. Самое главное, зачем я, в принципе, ехала в Икею. Это такой стол. Я бы сказала, это больше поднос на таких ножках. Сейчас я его разложу и покажу более подробно. Вот так он разложится. Так. Очень удобный, прочный. На таких ножках. Очень красиво и стильно смотрится. На сайте, когда я выбирала, он казался намного меньше, чем он есть на самом деле. Потому что тут, в принципе, и ноутбук поместится, и еда, и чай. Все, что хочется, все можно здесь поместить. Следующее, что мы купили из Икеи. Это уже не в магазине мы покупали, а онлайн заказывали. Такие баночки под сыпучие. Очень стильно смотрятся. Очень вместительные. Мы их купили в несколько штук. Тут большая коробка. Точно даже не знаю, сколько здесь. Ну, вот так они выглядят. Тоже недорого стоили. По-моему, 50 гривен одна такая баночка. Так как, по мне, это очень дешево для такого размера и для такого, в принципе, дизайна интересного. Это были все мои покупки из Икеи. Так что, всем большое спасибо за просмотр этого видео. Скоро увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok